Расскажу про мультиязычные новости. Это статьи, написанные одновременно на нескольких языках и связанные между собой шаблоном. В специальной категории собраны ссылки на новости по языкам. Все доступные языки сейчас перечислены на странице многоязычность. Перейти на нее можно с любой страницы проекта. Вот отсюда. Всего сейчас представлено 11 языков. Машкирский, Лизгинский, Ливиско-наречия, Морийский, Макшанский, Татарский, Удмуртский, Финский, Эвенский, Эрзянский и язык Саха. Для всех них есть категория с последними новостями. Для большинства из них есть свои собственные заглавные страницы. Больше всего новостей на своем языке написали эрзяне, а именно 45. Татарский находится на третьем месте по числу новостей. На заглавную страницу на татарском языке можно попасть отсюда. На ней размещены 10 последних новостей, отсортированных по дате. Свежие новости сверху. Откроем первую статью и посмотрим, как она устроена. Перед созданием новости на татарском необходимо написать ее на русском и дождаться проверки редактором. А потом создать такую же на татарском, придерживаясь стилистики и оформления, которые одобрил редактор. Обе заметки необходимо связывать с шаблоном на других языках. Вики-коде это выглядит следующим образом. Все необходимые шаблоны для работы есть на специальной странице. Вики-новости, многоязычность, перевод интерфейса. Для того, чтобы создавать многоязычные новости на языках, которые там еще не представлены, необходимо перевести эти шаблоны на требуемый язык. Вы можете обратиться к опытным участникам, и они вам подробно подскажут.